Требовали исполнения патриотических гимнов и марши, и Георгий Виноградов почувствовал себя свободным творцом. В 1944 году ансамбль Александрова прибыл с концертами в Финляндии. По воспоминаниям бывшего члена военного совета Краснознаменного Балтийского флота, вице-адмирала Николая Константиновича Смирнова, в первый же день приезда в Хельсинки огромный зал был набит посетителям. Первый номер программы концерта был принят сдержанно. Это, пожалуй, было в традиции финнов, умеющих скрывать свои чувства. Но чем дальше шел концерт, тем темпераментнее становились выступления ансамбля, и тем сильнее волновался зал. Сначала усиленные аплодисменты раздавались на задних креслах, где зрители были попроще. Потом пришли в восторг и наиболее сдержанные зрители первых рядов. Но вот на сцену вышел артист Виноградов. Он запел популярную тогда песню «Темная ночь». Зал замер. Ни кашля, ни вздоха. Казалось, было слышно биение взволнованных сердец рядом с сидящих людей. «Темная ночь» И любимая знаю есть и у детской кроватки тайком, и слезу гутирали. Когда Виноградов закончил петь, воцарилась на несколько мгновений тишина. Ее вдруг прервали рыдания женщин, а потом, заглушая их, раздалась восторженная овация всего зала. Она длилась несколько минут. После концерта вышел на сцену финский министр просвещения, чтобы поблагодарить участников концерта. Смысл сказанного заключался в следующем. «Сначала вы, русские, победили нас в этой войне силой своего оружия», – говорил он. «А сегодня вы победили нас силой своей культуры». Краснознаменный ансамбль песни и пляски Александрова объездил с концертами весь Советский Союз и всю Европу. Тоже попадал туда, через эту железную стену проникал. Вот разве что ансамбль Александрова. Ему это было дозволено. Они много гастролировали, и поэтому Виноградова, в общем-то, знали в Европе. Может быть, даже в это время лучше, чем в России. Георгий Павлович Виноградов давал и сольные концерты с разрешения руководства ансамбля во многих городах Финляндии, Ирана, Чехословакии, Румынии. У него появлялись поклонники и поклонницы. О нем писали местные газеты. Он дал концерт, который большим успехом прошел в Румынии. И голос о нем говорили, вся Румыния говорила. Это незабываемо было. И он, когда пришел в ресторан, помню, всех пригласили в наш ансамбль. Ну, и в ресторане, вы понимаете, там закуска и все такое. И он щедро расплатился. За всех заплатил он. Внешность Георгия Виноградова мало говорила о его нежной душе. Он был строг к себе, как к артисту, но не мог отказать в удовольствии радовать милую дам своим чарующим тембром. Он не оставил воспоминаний. Кто была его муза, можно лишь только догадываться. Известная швейцарская писательница и художница Валерия де Увальдер написала о своих встречах с певцом в книге «Жизнь-любовь». Сам Виноградов, он очень такой был галатный кавалер, он сам влюблялся, и в него были влюблены. У него даже был роман с нашей балериной, Вирская такая, у нас балетмистер Вирская, и он был влюблен в нее. Он пел ей, мы слушали, ехали в поезде, где-то он там, всегда он пел, всегда он пел, и это было потрясающе. Георгий Павлович Виноградов не любил распространяться о своей личной жизни. Сохранилась фотография с дочерью Ксенией, где он совсем молодой. Была жена, которую видели в зале ученики Виноградова. Это было много позже, когда Георгий Павлович стал преподавать. Вот и вся скупая история. Виноградову, несмотря на большой успех, становилось тесно в рамках краснознаменного ансамбля. Еще при жизни Александра Васильевича Александрова певец ставил перед руководством условия. По окончании войны он покидает коллектив. После войны руководство ансамблем принял сын Александрова, Борис. Обещание отпустить певца на волю не выполнил. Правда, относился к Георгию Павловичу очень хорошо. Борис Александров ему как-то говорит, завтра репетиция. Так что ему Георгий Павлович отвечает, вот, Борис Александрович, вам надо, вы репетируете. А я приду и спою. И ушел. Так что мог себе такие вольности позволить. Виноградов не цеплялся за место. Ведь даже находясь в ансамбле Александрова, он продолжал звучать на радио и записывать пластинки. Они выходили миллионными тиражами. ПЕСНЯ 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 Поработать с ним считали за радость многие известные композиторы. На вопрос журналиста, кто вам был особенно близок в те годы с композиторов, уже в почтенном возрасте Георгий Павлович отвечал. Блантер, Богословский, Макроусов, Молчанов, Дунаевский. В годы войны и позже нас связывала большая творческая дружба. Виноградов был первым исполнителем песен, ставших впоследствии суперпопулярными. Шел 1951 год. Георгий Павлович в очередной раз решил подать рапорт об увольнении из краснознаменного ансамбля. Он неоднократно подавал рапорты с просьбой освободить его. Каждый раз ему отказывали, и он в какой-то момент взорвался, выговорил замполиту грубости, и за это был не только исключен из ансамбля, но и отстранен вообще от концертной деятельности. Это произошло за границей. Пришло письмо в правительство. Георгия Виноградова лишили всех званий и наград. В сталинское время с этим было строго. Ему запретили выступать в 33 городах СССР, перестали приглашать на радио, уже сделанные записи в эфир не попадали. Грампластинки почти не выпускались. Наступили самые трудные времена в жизни певца. Единственной возможностью что-то заработать было участие Георгия Павловича в небольших концертах во Всероссийском гастрольно-концертном объединении. Семья продавала мебель и вещи, чтобы купить хлеб. Полуподпольно на радио все же записывали с виноградовым песней классические романсы, но при этом клали их, как говорится, на пол. Змеица под колесами стальное полотно, Без устали, без устали, смотрю, смотрю во сно. Леса равнины русские, приборки до пусты, платформы деревянные, железные мосты, любимая, знакомая, широкая, зеленая, земля родная, родина, прикольное житье. И сколько мною видено, и сколько мною езжено, Творческое сотрудничество с Исааком Дунаевским началось у певца задолго до опального времени. Песни Дунаевского красивы, мелодичны и кажутся легкими, но на самом деле очень трудны для исполнения. Для них требуется голос большого диапазона. Композитор был очень строг к процессу записи. Доверял одному лишь виноградову, считал, что он все споет безупречно. Еще до войны прозвучала в исполнении Георгия Павловича песня «Дальняя сторожка». И потом каждый Новый год была при мне. «Друзья, внимание!» – говорил Исаак Осипович. «Сейчас по радио будет Георгий Виноградов. Прошу всех к репродуктам». Звучал голос Виноградова. Лицо Дунаевского излучало счастье. «Виноградов! Какое чистое сердце!» – говорил он. Дорожное, вечер вальса и, наконец, знаменитый школьный вальс.